Всем привет! Хотела сделать нормальный рецепт, но нет у меня некоторых инструментов, не получится. Сегодня буду делать два типа брускетты. Это самое типичное блюдо, закуска в Италии. Сделаю оригинальный рецепт и с импровизациями. Все очень просто будет. Итак, нам понадобится орегано, обязательно-обязательно орегано, помидорки, чеснок. Я буду использовать также скалонию. Вот такой у меня будет хлеб. Надо будет порезать 3-2 см, не меньше, потому что масса, которую будем накладывать сверху, она тяжелая. Поэтому тоненько резать хлеб не рекомендуется. Еще попробую я с моцареллой. Если найду оливки, добавлю еще оливки. Соответственно, оливковое масло и соль. Я приступаю. Друзья мои, конечно же, забыла самый-самый главный элемент. Базилик. Обязательно-обязательно базилик, обязательно орегано, обязательно чеснок, вкусный хлеб и помидорки. И обязательно вкусное масло. А теперь я приступаю уже точно. В общем, режем помидорки примерно вот такой вот величины. Не должны быть они очень крупными. Миленько, в принципе, режем. Теперь мелко режем репчатый лук. Если есть у вас колонию, то лучше. И чеснок мелко-мелко-мелко режем и добавляем к нашим помидорочкам. Итак, первая часть у меня готова. Здесь у меня помидорки, чеснок, сколонию, орегано и, естественно, базилик. Базилик обязательно ручками рвите. Масло и соль. И второй вариант у меня будет помидорка, оливки, чеснок, сколонию, моцарелла дебуффало, орегано и базилик. Так, начинка для второй брускетты готова. С оливками и с моцареллой. Поджариваем хлеб без ничего. На раскаленной сковороде. Еще он не готов. Такой должен быть румяненький. Когда с другой стороны будут в таком же состоянии, значит уже готово. Так, вот теперь готово. Сейчас будем натирать чесноком и сверху выкладывать вот эту вкусноту. Так, и вот так, вы знаете, рука у меня занята. Сейчас будем натирать. В общем, вот у меня все готово. Можно сверху полить маслицем еще и нужно кушать. Я еще люблю добавить наш укроп. У меня сегодня усатый друг на кухне. С укропом. С укропом. Продолжение следует...